Органами правопорядка созданы группы, которые будут вести разъяснительную работу на улицах города среди населения городского округа о соблюдении самоизоляции. Об этом на очередном заседании оперативного городского штаба доложил начальник отдела полиции Азбестовский Максим Петров. На очередном заседании городского оперативного штаба были заслушаны доклады о состоянии дел в Азбесте по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Открыло заседание председатель комиссии и глава города Наталья Тихонова. По данным Роспотребнадзора на территории Азбестовского городского округа заболевших коронавирусной инфекцией нет. Подлежат обследованию 65 человек. В настоящее время находятся на изоляции под медицинским нагрудением 55 человек. Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам работают 47 балансеров. За помощью, нарастающим итогом, обратилось 48 человек. О ситуации в горбольнице доложил главный врач Игорь Брагин. На сегодняшний день количество лиц, закончивших на наблюдение на дому, 267 человек. Количество лиц, находящихся под наблюдением на дому, в котором проведены исследования, 55. Общее количество лиц, закончивших и находящихся 322 человека. Среди всех, кто находился на дому и находится в длите 11 человек, от 0 до 7,1, из 7 до 17, 10. Взрослого-взрослого населения, старше 65 лет. На сегодняшний день по ситуации в больнице без изменений, строгий санкет режим. Мы показываем только неотложную помощь. По ситуации с расходными материалами, достаточное количество обеспечено масками, перчатками, бахилами, пробирками для забора исследований. По десредствам проблем у нас нет. Десредствам и кожными антисептиками тоже обеспечены в полном объеме. О наличии дезинфицирующих средств доложили директора аптек. В аптеке 392 по состоянию на 10 апреля имеются в наличии кожные антисептики. Это асепторин по 100 мл 130 штук, хлоргексидин по 100 мл 140 штук, хлоргексидин спрей 10 штук, Придез по 1 литру кожных антисептик 6 штук, дезинфицирующие средства дезисанэрозоль 5 штук, Пермохлор таблетки номером 303 штук, деза 3 с по 1 литру 2 штук, Антибактериальное средство салфетки влажное с антибактериальным действием 72 штук, Мыло-жидко-антибактериальное биоконтекс 25 штук. Аптека обслуживает организации дезинфицирующими и антисептическими средствами по предварительным заявкам. Ожидаемое поступление 10 апреля – новый кожный антисептик «Экосепт» по 100 мл 10 штук. По маскам. Маски отсутствуют, информации пока нет. Такая же примерно ситуация и в 183 аптеке. Начальник отдела полиции доложил о внесении изменений в областной закон об административных правонарушениях, в котором предусмотрены штрафы, как для граждан, так и для юридических лиц. Кроме того, отделом полиции созданы группы для проведения профилактических мероприятий на улицах города. 9 апреля губернатором подписан областной закон номер 37 о внесении изменений в закон Свердловской области в административных правонарушениях. Он вводит статью 38, это неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции. Ступает в силу на следующий день после его официального опубликования. На сегодняшний день предусмотрены штрафные санкции. Это от 3 до 5 тысяч рублей на граждан, от 50 до 100 тысяч – это на должностных лиц, и от 500 тысяч до миллиона – это на юридических лиц. Сейчас мы ожидаем разъяснений по данной статье. В любом случае, с завтрашнего дня мы создаем группы с целью проведения рейдовых мероприятий по территории нашего города. Будем проводить разъяснительную работу именно по выполнению указа губернатора Свердловской области. Но здесь мы должны понимать, что в любом случае санкции не будут на решителей. В частности, это касается тех, кто, как было сказано, пойдут на шашлыки. Здесь же мы будем разбираться и с родителями, чьи дети находятся у нас на улице. Также будем решать вопрос о привлечении их к ответственности. Ну и, пользуясь случаем, конечно, еще хочется предупредить наших граждан о соблюдении режима самоизоляции. По поводу штрафов Максим Петров пояснил. На сегодняшний день однозначно мы должны понимать, что в любом случае мы не собираемся здесь в какие-то карательные меры нашим гражданам. Повторяю, что основная задача – это профилактика, предупреждение и разъяснение до лиц, которые нарушают. Понятно, что если человек адекватно отнесся к требованиям сотрудника полиции и устранил те нарушения, которые происходят, соответственно, естественно, мы вначале будем ограничиваться лишь предупреждением. Но те граждане, которые уже злоупотребляют наши доверия, поэтому здесь мы будем более жесткие меры применять. Но, повторюсь, здесь пока разъяснений нет, мы сегодня отожидаем. И с завтрашнего дня уже планируем проводить именно рейды вот эти. Максим Петров информировал членов штаба о двух серьезных преступлениях в нашем городе. Что касается преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, они расстаются на уровне прошлого года. В частности, два случая у нас причинения челесных повреждений. В одном случае повлекшее смерть, другое убийство. Это вот с начала вот этих карантинных мероприятий. Два случая у нас есть, они оба раскрыты. Лица, совершившие преступление, задержанные, арестованные. Информацию по объему и пошиву гигиенических масок предоставила начальник отдела по экономике Татьяна Неустроева. В поручении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 30 марта 2020 года рекомендовано организовать производство масок гигиенических силами отелье и волонтеров. В рамках указанной работы Минпромторгом России разработаны методические разъяснения в части изготовления и реализации масок гигиенических. Дополнительно информирую, что сертификация масок гигиенических не требуется. Маски или повязки гигиенические возможно изготавливать в четырех вариантах. Первый вариант это с четырьмя марлевыми тесенками или тесенками из киперной ленты. Второй вариант с эластичной тесьмой, вшитой в боковые швы. Третий вариант с эластичной тесьмой, вшитой по периметру. Маски выпускаются нестерильными, при необходимости могут быть стерилизованы радиационными или паровыми методами. Что касается сырья и материалов для изготовления гигиенических масок, используются следующие сырьевые материалы. Либо не менее, чем из четырех слоев медицинской марли с внутренним слоем из фланели или без него. Из двух слоев бязи хлопок стопроцентный, комбинация марли-фланель-марли или нетканный материал в три слоя. Всю подробную информацию по самостоятельному пошиву масок вы сможете найти на официальном сайте администрации Азбестовского городского округа. Далее Татьяна Неустроева пояснила, что на потребительской упаковке и в сопроводительных документах должна быть пометка о том, что это за маски и об объемах уже пошитых масок в городе. Потребительская упаковка и товара в сопроводительные документы должны содержать пометку, что маска гигиеническая не является медицинской защитной маской и не является хирургической маской. Таким образом, не является стерильной. Также допускается многоразовое использование при стирке в домашних условиях. В ежедневном режиме отделом по экономике осуществляется мониторинг в рамках пошива и реализации масок гигиенических на территории Азбестовского городского округа. В три организации, в том числе субъекты малого предпринимательства, занимаются пошивом масок гигиенических. Каждый день список пополняется. На сегодняшнее утро добавилось еще две организации. Численность работников, занимающихся пошивом масок, в 9 апреля составляла 11 человек. Объем произведенных масок составлял 467 штук. Кроме того, пошиву гигиенических масок после получения разрешения на осуществление производственной деятельности приступил магазин «Востон». По окончании всех докладов глава города подвела итоги и информировала членов штаба о поручении губернатора Свердловской области. Это прежде всего касается предпринимателей. Информация нужная, полезная и необходимая для предпринимательского сообщества. Губернатором Свердловской области было дано поручение главам взять под личный контроль не просто открытие или разрешение деятельности конкретных предпринимателей, юридических лиц, вовлечение работников в производственный или трудовой процесс. Кроме того, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в случае осуществления трудовой деятельности работниками. Но и, что самое главное, определиться с перечнем тех предприятий и организаций, которые должны работать в комплектном муниципалитете. Было дано поручение, не позднее, 8 апреля вечером подготовить и направить списки тех предприятий с указанием основных видов хозяйственной и экономической деятельности, в отношении которых в условиях конкретного муниципалитета может быть разрешена работа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Такие списки подготовлены с учетом поступивших обращений от предпринимателей, организаций, предприятий и учреждений с Бестовского городского округа, с указанием необходимости осуществления своей деятельности в период с 28 марта по 8 апреля по факту, с обязательным условием, гарантийных обязательств, должностных лиц руководителей в части соблюдения, полного соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима, для того, чтобы не создавать условия для распространения новой коронавирусной инфекции. Это повышенные требования, это и масочный режим, это и социальное дистанцирование, это и усиленная система обработки помещений, напомню, каждые 2 часа. Это, соответственно, правильная организация режима труда и отдыха, а также проезда к месту работы и обратно. Это действительно дополнительный затрат работодателей. И решение такое принимается только в отношении конкретных видов деятельности, если мы не говорим по системе образующей деятельности, градообразующих предприятий. Это речь идет, в первую очередь, о тех видах работ, которые связаны с жизнеобеспечением и функционированием всех основных служб населения. Кроме того, это связано с тем, чтобы поддержать, как определенная мера социальной поддержки тех субъектов малого и среднего бизнеса, которые оказались сегодня на грани не то что выживаемости, а на грани запретения. То есть это не значит, поверьте, уважаемые предприниматели, я бы хотела к ним в первую очередь обратиться, что можно просто написать заявление, и здесь такое право есть у главы города, это заявление, скажем, уговорить и подписать. Нет, я вам могу объяснить алгоритм. Мы сначала рассматриваем перечень предприятий и видов деятельности, которым разрешено в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня осуществлять свою деятельность в период введения ограничительных мероприятий. Я напомню, там список предприятий исчерпывающих. И это в основном больницы, аптеки, торговые точки, которые занимаются в первую очередь реализацией только группы товаров в первой необходимости. Это необходимые услуги населения, без которых жизнедеятельность фактически невозможна. Поэтому здесь мы должны быть с вами внимательными. Когда к нам обращаются с тем, что разрешите открыть работу ювелирной организации, мы понимаем, что, конечно, ситуация критическая материальная, но это то, что недопустимо согласно алгоритмам принятия управленческого решения. В дальнейшем мы, конечно, обращаем в первую очередь внимание непосредственно на актуальность, потому что мы обрабатываем все заявки, которые поступают к нам от населения, в том числе, как мы видим, заявки на фотоуслуги для своевременного оформления, получения услуги даже в электронном виде, необходимую фотографию сделать. То есть мы, конечно, здесь вот эти все моменты рассматриваем и рассматриваем сам усилий не открывать все, а открывать только что-то временно для того, чтобы это было доступно для населения. Немаловажным аспектом при принятии решений является как раз соблюдение санитарного режима. То есть в данном случае требуется обязательно прописать свои возможности в части обеспеченности его в полном объеме. Только после этого принимается при согласовании с руководителем Роспотребнадзора решение о том, что разрешит допустить осуществление такого-то вида деятельности. Это касаемо как раз производства масок. Мы с вами должны понимать, что если мы разрешаем функционирование индивидуальному предпринимателю с целью пошива масок, то значит только это направление в его деятельности разрешено. Но не разрешено заниматься пошивом легкой одежды, других каких-то вещей, для того, чтобы не говорить о том, что мы работаем в простом нормальном режиме. Пользуясь случаем, если да, действительно, есть такая вот крайняя необходимость, можно позвонить в отдел экономики, обратиться через электронную приемную. Мы поможем составить обращение в адрес главы, да, мы поможем и разъясним ситуацию, как правильно гарантировать и обеспечивать санитарно-эпидемиологические все требования. И в случае проведения проверок, мы сейчас, Максим Васильевич сейчас вычил, штрафные санкции, вообще-то для юридических лиц от 500 тысяч до миллионов. Для предпринимателей это фактически, да, я не говорю про ЕП, а вот про юридические лица это очень серьезно, для общества с ограниченной ответственностью. И рисковать, конечно, на мой взгляд, это не стоит. Мы взвешиваем, да, меры социальной поддержки, в том числе науковые каникулы, в том числе отсрочки по арендным платежам, по налогам, и взамен можем получить немножко другой эффект. Поэтому здесь, конечно, решение каждого предпринимателя. Если есть возможность создать условия в первую очередь для своих работников, для членов их семей, пусть они остаются дома. Затем глава города Наталья Тихонова обратилась к жителям города. Мне бы хотелось обратиться к нашим жителям. Уважаемые избестовцы, продолжается режим самоизоляции. На территории Российской Федерации, Свердловской области и города Азбеста действует режим ограничительных мер. В первую очередь мы призываем всех оставаться дома. Оставаться дома для того, чтобы уберечь свое собственное здоровье, здоровье своих близких и детей. Будьте здоровы, соблюдайте режим самоизоляции. По официальным данным, на 12 часов 10 апреля в России заражение коронавирусной инфекцией 11 917, смертей 94. В Свердловской области заражение 61, смертей нет. В Озбесте случаев заражения нет. Ситуация полностью находится под контролем медиков, специалистов Роспотребнадзора и органами власти Азбестовского городского округа. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.